Добрый день. Гомельская область володает богатым опытом по организации такой працы. В качестве приклада провели недавно выпадок в Мазире, когда злочинец-рецидивист выкрил банкомат из здания городской больницы. Нагадаем, у них находилось около 400 миллионов рублей. Но благодаря злочинке работе сотрудников мазирских правоохранных органов, злоумысленник был худко затриман. У дельников этой операции подчас коллеги узнагородили нагрудными знаками департамента ховы за отзнаку и грамотами. Выпадок одинковый, яго называют навык крадяжом стагодзя, але необходно было проанализовать причины, по яких злочинство стало махчимым. Именно вот эта ситуация, в том числе имевшими место просчетами, явилась причиной для проведения в гомельском подразделении коллеги. То есть изучение организации взаимодействия с одной стороны, и с другой стороны вероятные действия преступников при попытке изъятия материальных ценностей, принадлежащих банковским учреждениям. Буйная партая психотропов выявлена у Мазыры. Легковой автомобиль Дяш-Аутоинспектор испынили для родовой проверки. У салони милиционеры выявили скруток со сдробненным рослинным рейшевом. Так само при собе у одного из затриманных были пакеты с вельми подозронной массой. Эксперты подтвердили, что это полтора грамма марихуаны и коля семи граммов крыльных сумесей, так званых спайсов. У якости прибора для уживания наркотиков выкористовалась обычная бутылька с подгазировки. Затриманные двое Мазыран и Жихар с соседнего района, партнеры по наркобизнесу. Схему криминальной працы и географию оперативники уже отсачили. Зараз молодые люди находятся у изоляторы часового утримания. Следшие распошли криминальную справу. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Парта 7 граммов миксов – это больше за 30 доз. Кошт одной на шорном рынке – 200 тысяч белорусских рублев. Эти наркотики уже не дойдутся до своих потенциальных споживцов. Протягиваем выпуск. Сегодня на Гомельшине зарегистрированы 6245 человек, которые живут с ВИЧ. При этом 30 случаев инфекции выявлено только за прошлый месяц. И такие факты, обе яким доведелись наши корреспонденты. Найбольшая колькость новых ВИЧ-инфицированных зараз региструется в среду людей во взрослые за 40 лет. Тенденция, которую означают у России эпидемиологи, в последний час ЖХР Гомельской области все большинство по властной инициативе робят анализ на ВИЧ. Раслумачить это можно в приватности активной профилактической работы, которая проводится в тих же научных установах. В общем, когда меркать по статистике, наибольшие рискованные поводины у мужчин. Сегодня они складаются маль 60% от агольной колькости ВИЧ-инфицированных. Сирот наибольши несприяльных регионов Гомель, а так само Светлогорский, Жлобинский, Калинковицкий и Решицкий районы. Реагируют все по-разному. У некоторых очень бурная реакция. Некоторые отрицают, некоторые сразу в депрессивное состояние. То есть тут еще надо психологическая подготовка, чтобы с человеком поговорить. Это все очень индивидуально. На сегодняшний день на Гомельшине зарегистровано аммале 2500 смиротных выпадков сирот ВИЧ-инфицированных. Правда, однозначно отказать, кольких годов можно прожить после отримания неприемного диагноза, не может никто. Сгодно с даденными отдела профилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, до наших денда жила полова ВИЧ-инфицированных, выявленных у Светлогорску 20 годов тому. По словах медиков, сушастные методы келячения дозволяют значно продолжить час життя. Головное выявить хворобу на ранних стадиях. Светлогорский район это тотальный скрининг, ну само собой, потому что Светлогорский район определенной возрастной категории есть пораженность 10 даже процентов. Поэтому было принято решение тотально проводить скрининг, но опять-таки согласие населения. Мы не можем обязать обследоваться, но люди понимают, идут на обследование и это дает свои результаты. Ведь сам смысл дополнительного скрининга в том, что чем раньше мы выявим этого человека, раньше назначено будет лечение и тем самым уменьшается вирусная нагрузка и, естественно, вероятность инфицирования тоже уменьшается. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». Семинар по экспериментальной и инновационной деятельности прошел в областном центре. Мероприемство отбылось огомельским держанным профессионно-техничным колледжи электротехники. Наушальное установление у першиню становится пляцовкой для проведения не только областных, а и республиканских науковых сустреж. Что год, педагоги из лицею и колледжи в области сбираются, как поделиться своими напрацовками, выниками инновационной деятельности, дослеживскими планами. Господары семинара колледж электротехники свыше 30-ти годов займаются экспериментальной деятельностью. Гонор опошних двух годов – организация позаклассной работы с наушенцами в гуртку робототехники. Установа «Эдукация» один в Гомельской области, где займаются пагэтым накерунку. Сбираюсь роботов со специальных конструкторов «Лего». Отрымливаются механизмы с зададенными параметрами. Потом подключаюсь до компьютера и программируюць. Мы все знаем, что такое «Лего» – это кубики определенные, но это уже не детские кубики, а это уже, так сказать, инженерная направленность. Там есть элементы системы управления, исполнительных приводов, работая с которыми молодой человек наш, он учится, во-первых, их конструировать, во-вторых, настраивать, а в-третьих, позволяет ему, используя программное обеспечение, добиться каких-то результатов. Допустим, чтобы робот выполнял какие-то действия, определял цвета, двигался по направлениям, нужным направлениям, посвященности, по цвету и так далее. У библиотеки имя Ерцина прошла презентация книг «Мехася сливы» про «Чувание радости» и на Днепровском лузе. Это прозаичные сборники об кахане, родиме и гуморе. Светками творческого представления стали члены Союза письменников Беларуси и творческая интеллигенция города. Эти две книги стали своясабливым подарунком аутеру. Усё лето ему сполнилась 65. Михася слива, псевдоним, прозаика, крытыка, публициста и перокладчика Михаила Ковалева. У яготворшем багаже амаль 20 книг прозы и шматлики публикации в участописах литературы «Мастатства», «Звязда», «Беларусская думка» и «Инших». Аутр пише на двух мовах у разных жанрах. О повести – эссе, миниатюры, новеллы. Али основную частку твору складаюць гумарыскі. Письменник упевнены – гумар лешець, и такую творчую терапию практикуе ясше со школы. Я хочу, как читать, во-первых, и познайомимся с беларусской мовой, с творчостью, как бы он засмеялся, настрой добрый створить для человека, ну и принести нечто приемное. Новини региона и информацию о проектах «Телерадо» компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте и интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Студия працвала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.